В скиту Иоанна Притеченского монастыря Астрахани у коров растут удои. Монахи связывают это с музыкальным экспериментом. В коровнике установлено аудиооборудование. Правда, звучит не классика, как на европейских фермах, а молитвы и церковные песнопения. О монастырском новшестве и жизни обители рассказывает Римма Хохлова. Церковные песнопения, классическая музыка и душеполезные проповеди, которые зазвучали сегодня в коровнике, это монастырское ноу-хау. Музыкальное оборудование приобрели и установили. Нужно лишь менять карту памяти. Заботясь о повышении удоев наших буренок, мы решили сделать такое оборудование, которое могло бы им повысить настроение. Вместо симфонической музыки, которая применяется часто на других фермах в разных регионах, мы поставили чтение псалтири, душеполезные песнопения. Матушка Аниси и трудница не нарадуются. Их питомицы стали приносить больше молока в разы. Ведь увеличившиеся удои – это разнообразная продукция. Сыр, творог, йогурт и кефир. Все без консервантов и вредных добавок. Мурочка, красавица моя, сейчас будем доиться. А в скиту уже готовятся к зиме. Заготовили сено, уложены в скерды 1200 рулонов. Благо, в помощь три трактора. Один из них – новенький из Белоруссии. Он достаточно надежный, универсальный. На нем мы и косим, и пашем, и возим телеги, и сено возим. В общем, такой работяга. Сейчас строится гараж для техники и зернохранилища. Ведь вкусное молоко не получишь без труда. Это понимает даже монастырская кошка Дымка, терпеливо ожидающая окончания дойки. Ее надежды, как всегда, оправдываются. Матушка выносит всеобщей любимице блюдечко свежего парного молока.